Это вам паттерн, образец для тех, кто особенно на уровне А1 или А2, и вы можете сказать хоть миллион, хоть два миллиона мыслей, просто перефразировав эту фразу. С помощью одного лишь понятия «бракмак» – бросить или перестать что-то делать. Что мы видим? «Социаль медиа» – существительное. «Кулан маи» – глаголы, если хотите, отглагольные и существительные, сейчас не будем вдаваться в эти термины, обозначающие то, что мы с вами сделали с первым существителем «социаль медиа». То есть «кулан мак» – использовать социальные сети. И «брактым» – выражающий общую мысль. «Социаль медиа» – «кулан маи» – «брактым». «Социаль медиа» – «кулан маи» – «брактым», получается, я перестала пользоваться социальными сетями, говорит девушка. Теперь давайте менять вводные. Вместо «социаль медиа» подберем другие существительные. «Араба» – «кулан маи» – «брактым», я перестала пользоваться автомобилем. «Бесиклет» – «кулан маи» – «брактым», перестал пользоваться велосипедом. «Бельгисая» – «кулан маи» – «брактым», компьютером. «Интернет» – «кулан маи» – «брактым», интернетом. И так до бесконечности. Это мы с вами перестали использовать что-то там по списку. Давайте подменим глагол «кулан мак» уже другим глаголом. Например, «сигара и чмяк» – все мы знаем. курить. Потреблять алкоголь. Перестал употреблять алкоголь. Перестал нести пургу. Перестал вставать рано или перестал ложиться поздно. Здесь важно на что обратить внимание. Не гетчатмайя брактим, а гетчатмайи брактим. Потому что брактмак работает с винительным падежом. Заодно с помощью одного лишь этого глагола те, кто, может быть, еще путается, могут отработать миллион вариантов использования винительного падежа. Как это делается? Просто схематически покажу. Телефон ла конушмак, например. Говорить по телефону. К выкидываем глаголи. Телефон ла конушма получилось. И к этому телефон ла конушма. Вот вам, пожалуйста, исходная форма. Добавляем винительный падеж и. Телефон ла конушмайи. Плюс винительный падеж, да? Брактым. Телефон ла конушмайи брактым. Если кого-то фраза Телефон ла конушмайи брактым кажется, смущает, кажется, что-то типа я перестал разговаривать не по телефону, а с телефоном. Имейте в виду, турки так и говорят. Говорить с телефоном в значении по телефону. Ну, можно сказать, в принципе, и телефон да конушмайи брактым уже где совсем другой падежи. Итак, можно обойтись с любым совершенно глаголом. Трашал маи брактым, я перестал там бриться. Там гергюнь душал маи брактым, перестал принимать душ каждый день. Пещерих кян эли ми як маи брактым, прекратил или прекратил получать ожоги пальцев, там, например, да? Или, вернее, рук при готовке завязал с этим делом, все, больше ожогов не будет. Ну и так далее. Можете обойтись и без глагола вообще. А то есть взять исключительно существительные. Там условно эли ми брактым оставил дом, сяни брактым тебя оставил, щену брактым кендими брактым оставил себя и так далее. За одну чуточку, наверное, благодаря этому видео прояснилось то, как использовать винительные падежи. А если нет, то обязательно переходим по ссылке и смотрим. Всего лишь 6 минут одной сплошной пользы. У меня на этом все. Не забывайте лайки, шмайки и так далее. Гадди бай-бай. Ах да, и забыл про прошедшее время. Если у кого-то есть вопрос относительно того, почему брактым, я перестал, да, в прошедшее время не обросил. Прошедшее время мы тоже разбирали. Вот оно тут по ссылке.